Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым перспективным, талантливым и амбициозным педагогам Самары вручили награды. В столице региона подвели итоги конкурса «Лидеры образования-2023». В церемонии награждения, которая прошла на сцене 68-й Самарской школы, приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутаты городской думы, сотрудники департамента образования, руководители учебных заведений. В этом году конкурс прошел по нескольким номинациям и, конечно же, самым главным его событием стало объявление имени Учителя года. Кто боролся за это высокое звание и победил, узнала Ольга Павлова. Более 60 учителей самарских школ, 20 из которых прошли отбор и стали участниками окружного конкурса «Учитель года-2023». Шестерка финалистов достойно представила Самару на уровне региона. Конверт с именем победителя вручает главе города Елене Лапушкиной. Зал в ожидании. Итак, Учителем года, победителем окружного конкурса профессионального мастерства становится... Становится Учитель физики гимназии номер 3 Файрушин Рафаэль Идрисович. Рафаэль Файрушин является двукратным обладателем звания Учитель года городского округа Самара. Прежнюю награду он получил в 2020 году. За время работы Учитель физики зарекомендовал себя как талантливый и ответственный педагог. Его отличительные качества, по словам коллег, методическая грамотность, вдумчивость, творческий подход к обучению и воспитанию школьников, заинтересованность в результате и качестве своего труда. Для меня особенно волнительно стоять на этой сцене в такой знаменательный год. Год педагога и наставника. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали меня не только во время конкурса, но и на протяжении всего моего педагогического пути. В номинации «Воспитатель года» победила воспитатель детского сада номер 358 Нина Беляева. Педагог работает в группе для детей с речевыми нарушениями. А в номинации «Педагог дополнительного образования года» награду отдали Елене Савенковой. Педагогу дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург». Со сцены 68-й Самарской школы победителей поздравила глава города Елена Лапушкина. Уже неоднократно сказано, насколько сейчас серьезна роль педагога, насколько сейчас серьезна роль учитель и наставника. И именно поэтому президентом России Владимир Владимирович Путином 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И именно поэтому Дмитрий Игоревич Азаров, наш губернатор, уделяет такое пристальное внимание в сфере образования. Я искренне убеждена, что все наши участники конкурсов, все наши лауреаты, конечно, победители, именно те педагоги, именно те воспитатели, именно те учителя, о которых их ученики и воспитанники будут вспоминать всю свою жизнь с теплотой и благодарностью. В текущем учебном году в Самаре состоялось 23 конкурса профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников. Число конкурсов увеличилось. Они модернизировались и позволяют участникам побеждать на областном и федеральном уровнях. В этом году заявки на участие подали более 600 человек. Это на 21% больше, чем в прошлом. Эта цифра удивляет. Она, пожалуй, самая большая за последние годы. И каждый руководитель, и сегодня мы пригласили руководителей, каждый руководитель понимает, что участие в конкурсе – это лучшее повышение своего педагогического мастерства. Номинантов многочисленных конкурсов наградили благодарственными письмами от главы города. Стоит отметить, что в этом учебном году педагоги Самары приняли участие в конкурсах профессионального мастерства на всероссийском уровне. Звание абсолютного победителя получила Оксана Штирбу, педагог дополнительного образования Центра «Радуга». И пока самым перспективным, амбициозным и талантливым педагогам вручали награды, в фойе школы под звуки классической музыки можно было окунуться в прошлое, освоить технику письма пером и даже примерить настоящий пионерский галстук, вспоминая уже свои самые счастливые школьные годы. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре завершился ремонт на четырех дорогах местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улице Береговой, театральном проезде, а также на мосту Южной и путепроводе Аврора. В эту среду эксперты оценили состояние дорожного полотна, особое внимание уделили деформационным швам. Подробности в сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы четко понимали, насколько южные ворота города Самары важны для наших дачников. И поэтому данный объект был взят в работу в числе первых. Мы в крайне сжатые сроки и на очень высоком уровне сделали вот этот ремонт. На мой взгляд, конечно, вот эти вот деформационные швы, они, конечно, заметны. Я четко понимаю после разговора с инженерами-дорожниками, что это необходимо, потому что это связано с тем, что все-таки мост является живым существом. И, в принципе, по сравнению с тем, что было, это, конечно, земля и небо. Совокупная площадь ремонта составила около 16 тысяч квадратных метров. На объектах уложена высокопрочная асфальтобетонная смесь ШИМА-16 на полимерном битумном вяжущем. Была поставлена задача вывести верхний уровень асфальтобетонного покрытия в одну отметку со существующими деформационными швами, дабы избежать резких перепадов между деформационным швом и новым асфальтобетонным покрытием. Между металлическими пластинами швов оставили литой асфальт, чтобы компенсировать подвижность моста и путепровода. Литая асфальтобетонная смесь может принимать те формы, которые принимает деформационный шов. То есть, если он расширяется, соответственно, асфальтобетонная смесь литая сужается. В этот момент, в случае, когда бетонный шов, наоборот, сужается, асфальтобетонная смесь расширяется, что создает эффект неразрушающего покрытия. Новое дорожное полотно оценили самарские водители. Хорошая дорога стала. Раньше прыгали на этих стыках, постоянно приходилось сбрасывать скорость. А сейчас вот все нормально. Заделали все, всякие вот эти вот ребрышки, железочки, асфальтиком немножко так приделали. Хорошо стало. Тем временем подрядчики направили образцы дорожного покрытия на лабораторные испытания. Если подтвердиться, что работа выполнена согласно ГОСТу и условиям муниципального контракта, они будут в дальнейшем приняты. В любом случае, на всех участках ремонта подрядчики должны обеспечить нужные показатели, соплюсти качество и сроки, отведенные для производства работ. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Ночью подрядчик начал приводить в порядок и улицу Уральскую, которая находится в Куйбышевском районе областного центра. Подробности у наших корреспондентов. Шум строительной техники жителей домов по улице Уральской скорее радует. Люди давно ждали ремонта дорожного полотна. А этой весной ян стало особенно много. И вот во вторник поздно вечером подрядчики приступили к удалению старого асфальта. Когда дороги хорошие, это хорошо. Плохие надо делать. И все. Ремонт улицы Уральской идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сначала рабочие снимут изношенное покрытие, используя метод холодного фрезерования. Затем разлив битумной эмульсии и начнут укладку высокопрочной асфальтобетонной смеси «ЩМА-16». Работы ведутся на всем протяжении автомобильной дороги, а это порядка двух километров. Также подрядчик проведет подъем люков инженерных коммуникаций на проектную отметку, чтобы люки были на одном уровне с новым покрытием. Работы ведутся в ночное время по одной полосе, поэтому дорогу полностью не перекрывают. Работы ведут в соответствии с графиком. Вместе с тем они ведутся по погодным условиям. То есть те работы, которые можно вести с учетом того, что возможны осадки, они будут проводиться. Работы по непосредственной укладке асфальтобетонной смеси будут выполняться только в сухое время, когда можно выполнять работы именно непосредственно связанные им с асфальтобетонной смесью. Улица Уральская – одна из основных транспортных артерий Куйбышевского района. Дорогу связывает Волгарь с автостанцией «Аврора». За сутки по ней проезжает порядка 12 тысяч автомобилей. Пролегает основной маршрут общественного транспорта. Надо сказать, что улица была в неудовлетворительном состоянии, особенно после зимы. Работы будут завершены и совершенно другое качество дорожного покрытия. Я думаю, что жители, а жители действительно это очень остро обращали внимание последний месяц, они увидят по-настоящему качественный скачок. Специалисты отмечают, что план работ формируется на основании результатов диагностики изношенного асфальта специализированными дорожными лабораториями по требованиям нацпроекта. Также представители власти внимательно относятся к просьбам горожан, которые сообщают о необходимых с их точки зрения работах. Со всем справляемся, ход работы идет прекрасно, боремся с водой, выгоняем воду. Данный участок составляет у нас 1800 погонных метров. В данный момент занимаемся с резкой асфальта. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Самаре отремонтируют 42 участка. Это порядка 43 километров дорог местного значения. Контроль за качеством работ ведется на всех этапах. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Весенние обновления в рамках месячника по благоустройству в Самаре в активной фазе. Помимо традиционных апрельских сезонных работ, включающих в себя комплексную уборку улиц, дворов, общественных пространств, в областном центре обновляются зеленые насаждения. В Куйбышевском районе специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» при участии сотрудников Департамента городского хозяйства и экологии, администрации района, а также волонтеров и активных жителей вдоль улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» высадили новую аллею. Подробности расскажет Александра Гусева. Идея высадки аллеи возникла осенью 2022 года во время встреч главы Самары Елены Лапушкиной с жителями микрорайона «Волгарь». Работу разделили на несколько этапов. В первой дереве этот 331 пирамидальный тополь высадили еще в сентябре. Эта аллея призвана играть роль зеленой зоны между предприятиями, расположенными на территории Куйбышевского района, и жилой застройкой микрорайона. Жители микрорайона «Волгарь» неоднократно обращались в администрацию городского округа Самара, в администрацию Куйбышевского внутригородского района по вопросам постороннего запаха в воздухе. И вот по итогам многочисленных встреч с жителями было принято решение о посадке зеленой зоны, деревьев. Сегодня продолжили. Волонтеры, местные жители и специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» высадили еще 135 саженцев пирамидального тополя. Выбор пал на этот вид дерева не случайно. Специально сажаются пирамидальные тополя, чтобы они сомкнулись между собой. Если вот сейчас вы видите, первый ряд идет и посредине второй ряд. Тополя – это самые лучшие деревья, которые влияют на экологическую обстановку. Очень они хорошо выделяют кислород и поглощают углекислый газ. В этом году здесь планируют высадить еще 200 саженцев. Инициативу городских властей активно поддерживают местные жители. Увидели, как сажают деревья, решили принять активное участие, потому что хотим, чтобы у нас был очень красивый вид из нашего окна. Мы же здесь живем. Охота, чтобы было чисто, красиво, опрятно. И вот ребенка тоже приучаю. Я всегда стараюсь во всем принимать активное участие, быть примером для него. Следить за состоянием саженцев, ухаживать за ними будут сотрудники администрации Куйбышевского района, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» и местные жители. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Строительные работы по возведению станции «Метро Театральная» сейчас ведутся в двух зонах. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой в историческом центре. В центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. По информации регионального управления капитального строительства от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. В ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской будет скорректирован. Окончательное решение будет принято после 12 мая. К настоящему времени в историческом центре выполнено уже значительное количество таких задач, в том числе половина работ по укреплению коллектора. На второй стройплощадке в районе улиц Полевой и Новосадовой уже завершается бетонирование фундамента и плиты под монтаж тоннеля проходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннеля проходчика планируют в ближайшее время. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Она просто необходима, особенно для жителей окраинных районов, таких как Безымян, как есть лозунг сложности небольшого количества времени, метро навсегда. Крупный пожар произошел в Новокуйбышевске, в поселке Русские Лепеги на улице Подгорная, неподалеку от железнодорожной станции горели три частных жилых дома 18, 20 и 22, а также надворные постройки. Площадь горения составила 500 квадратных метров. Вызов на пульт дежурного поступил в 15.30. Пожарно-спасательные подразделения были задействованы по повышенному рангу вызова. В тушении участвовали 65 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарная насосная станция, рукавные автомобили и пожарный поезд со станции Самара. Жители снимали происходящее из окон, расположенных неподалеку девятиэтажек. По словам очевидцев, дым был виден во всех концах города. По данным МЧС, огонь был локализован в 16.58. Пострадал мужчина 64 лет. Погибших нет. Сегодня в рамках месячника по благоустройству по всей Самаре проходят средники. Представители городской думы, общественного молодежного парламента и студенты вышли на уборку в Струковский сад. Подробности узнала Галина Топилина. Депутаты городской думы и представители общественного молодежного парламента принимают активное участие в месячнике по благоустройству. Собрать прошлогоднюю листву, привести в порядок зеленые насаждения, подмести дорожки. Сегодня парламентарии и студенты провели средник в Струковском саду. Мы с радостью откликнулись, потому что благое дело, потому что потом нам же гулять здесь, смотреть на чистоту, на убранную территорию. Струковский сад расположен недалеко от городской думы, поэтому депутаты ежегодно выходили сюда на уборку. Традиция была прервана во время реконструкции сада, а сегодня ее возобновили. Показываю пример остальным горожанам, что надо выходить, наводить порядок, потому что весна, снег сошел, какие-то мусоры или еще что-то появляется. Сейчас мы наберем силы воли, возьмем инструменты, уберемся и вновь будем наслаждаться в течение года чистой, благоустроенной Самары. Принять участие в уборке города могут все желающие. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Приводят в порядок и городское кладбище. Работы провели на аллее воинской славы. Волонтеры Победы облагораживают могилы героев Великой Отечественной войны. На уборку территории вышло больше ста человек. Тему продолжит Елена Чернявская. Чтобы сберечь нашу общую память, каждый год весной волонтеры Победы в рамках Мещенька по благоустройству приводят в порядок воинские мемориалы, памятные знаки и места захоронений участников Великой Отечественной войны. Сегодня убирались на аллее славы, расположенной на городском кладбище, где похоронены ветераны, также сотрудники правоохранительных органов вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Конечно, волонтеры обращают внимание на памятник со звездой. Мы очень часто видим, что, к сожалению, они заброшены, потому что уже и родственники ветеранов уже нету, либо многие куда-то переехали. И в первую очередь мы подходим к этим памятникам, чтобы их убрать. Это только старт всероссийских мероприятий. Буквально на следующей неделе мы начинаем Георгиевскую ленточку, Диктант Победы. Потом у нас начинаются ключевые мероприятия, связанные с Парадом Победы на площади Куйбышева. Ну и, конечно, это адресная помощь ветеранов. Волонтеры Победы убрали старую листву, подмыли дорожки, очистили места захоронения от сорняков и другого мусора, помыли памятники. Для Дмитрия Таибова, учащегося Самарского колледжа, сегодняшний день – это дань уважения нашим ветеранам. Молодой человек признается, что таким образом он говорит им спасибо за мирное небо. После каждого мероприятия чувствую радость на душе, то, что люди благодарят, спасибо, что помогли, так-то, так-то. Это на душе как-то приятно становится. Принимают участие в средненькие волонтеры серебряного возраста. Для них это вклад в патриотическое воспитание молодежи, а личный пример, как известно, самый лучший. Все делаем дружно. Во-вторых, делаем то, что нужно, в первую очередь, городу, области, людям. Делаем с душой, без всяких каких-то корыстных целей. И это приносит по-настоящему удовлетворение. Волонтеры рассказывают, когда памятники приведены в порядок, можно прочесть имена воинов, годы их жизни и задуматься об их нелегкой судьбе. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Привозят в порядок не только общественные пространства, но и дворы. Там убираются местные жители, сотрудники предприятий, студенты. Уборка прошла в этот раз и во дворе на революционной 48. Эту территорию благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды. Подробности расскажем в сюжете. Почти 20 тысяч человек с начала апреля приняли участие в уборке дворов и общественных пространств Октябрьского района Самары. В основном местные жители и работники предприятий собирают мусор, оставшийся после зимы прошлогоднюю листву. С удовольствием выходят и учреждения, и промышленные предприятия выходят, находящиеся на территории района. Поэтому отмечаем этот год с наибольшей активностью жителей и всех предприятий, находящихся на территории района. В этот раз уборка идет во дворе дома 48 на революционной. В процессе участвуют жильцы соседних домов. Жить в чистоте и красоте всем приятно, поэтому решили и выйти, и поучаствовать. Цветы посадили, благоустроили деревья, у кого были цветочки с дачи, привозили растения и как-то роски, тоже высаживалось это все. Присоединились к процессу также школьники, молодогвардейцы, молодежные парламенты, студенты Самарского государственного технического университета. Я думаю, это почетная миссия благоустроить еще один участок в нашем городе. Ежедневно здесь ходят наши студенты, знакомые, и я думаю, каждому из них будет приятно, что данный участок станет чище и благоустроенным. Территорию двора в этом году продолжают благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мы в прошлом году сделали парковочные карманы, внутридворовые проезды. Теперь в этом году приступим к устройству детских игровых зон, спортивных площадок. Активничают жители, одним словом, проявляют инициативу, хорошие проекты готовят. Напомним, что привести в порядок можно как дворы по заявке жителей, так и общественное пространство путем голосования. В этом году самарцы выбирают территории, которые преобразятся в 2024-м. Оставить свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру до конца мая. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев, События. К столетнему юбилею спортивного клуба ЦСКА в спорткомплексе Старозагора открылся после капитального ремонта зал борьбы. Здесь тренируются именитые самарские спортсмены. Теперь достигать вершин мастерства им будет намного комфортнее. На открытие спортзала побывали наши корреспонденты. В Самаре появился новый борцовский зал. Девять тренировочных ковров, удобные раздевалки. В спорткомплексе Старозагора в спортклубе ЦСКА тренируются мастера международного класса. Теперь достигать их уровня самарские юные борцы будут в идеальных условиях. Мы создаем здоровое поколение в нашей школе Олимпийского резерва. Не просто защитников Родины, просто хороших людей. На торжественном открытии спортзала самарские греко-римские борцы провели показательные поединки для руководства спортклуба ЦСКА, Федерации спортивной борьбы Самарской области и спонсоров. На ковер выходили призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Сегодня при поддержке Дмитрия Игоревича Азарова, таких вот организаций, как ЦСКА ВС, мы имеем возможность полноценно проводить тренировочные процессы, тренировочные сборы. Что дает результаты, дает плоды ребят, которые сегодня гордость нашего российского спорта. Так было, так есть и так будет. Открытие зала борьбы приурочено к юбилею спортивного клуба ЦСКА. В этом году ему исполняется 100 лет. Виктория Шарая, Сергей Кизуркин, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Ленинского района продолжает информировать жителей о системе ГИС ЖКХ. Это единый ресурс, где собираются данные о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Через него жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. О том, как работать в этой системе, представители администрации говорили сегодня на семинаре для старших по домам. Представитель ГЖИ Мария Крюкова на примере личного кабинета показала, как зарегистрироваться и проводить собрания собственников онлайн. Рассказала о полезном функционале платформы и ответила на вопросы жителей, которые уже активно пользуются ГИС ЖКХ. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале рассказывает, как открыть бизнес с помощью соцконтракта. Благодаря этому инструменту господдержки малообеспеченные граждане и безработные могут открыть свое дело и успешно развивать его благодаря целевой субсидии. На своей страничке администрация рассказывает, какую финансовую помощь можно получить, как нужно отчитываться о своем проекте, куда обращаться за оформлением соцконтракта. Администрация Кировского района Самары сообщает, что продолжается районный этап городских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Во вторник на трех спортивных площадках проходили соревнования среди мальчиков младшей возрастной категории. Команды сошлись на площадках школ 157, 77 и 162. Ребята показали свои навыки в игре. 24 апреля пройдет финал районных соревнований. «Кожаный мяч» – один из старейших турниров. Проводятся соревнования для любительских команд еще с 60-х годов прошлого века. Именно здесь себя могут проявить ребята, которые не занимаются футболом профессионально. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова